Маленькие цветные кусочки смальты идут друг за другом, а посмотришь издали, перед нами целое произведение искусства. Молоковский Свято-Троицкий храм славится своими ценными мозаиками. Не на каждой церкви встретишь такие шедевры, которые были созданы долгим и кропотливым трудом, а на храме их целых три. В прошлом году была восстановлена мозаичная икона над входом в церковь, а на этот раз реставратор из Питера Игорь Лавриненко работает над мозаикой Спаса Нерукотворного на южном фасаде храма. Им были обнаружены аварийные места панно, которые требуют срочного спасения. Самое печальное, на самом деле, очевидно, что мозаичисты и монтажники были разными людьми. То есть те, кто делал мозаику, и те, кто монтировал эту вещь, они, в общем, выполняли свои обязанности, но, в общем, каждый по собой. И, соответственно, те, кто заливал эту мозаику, они тоже, наверное, не имели отношения к набору как таковому, к мозаике. И они арматуру иногда укладывали прямо на мозаичный слой. И вот в тех местах, где у нас этот металл прямо примыкает к стеклу, и нет от влаги, не было защитного слоя, там у нас, к сожалению, вот эти разрывы. У мозаики Спаса Нерукотворного – нелёгкая судьба. Её замазывали и закрашивали, пытались уничтожить, но ничего не получалось. Краска опадала, и лик проявлялся снова и снова. Только всё это сильно сказалось на состоянии иконы. Дефектов было обнаружено очень много. Но работы по восстановлению панно идут полным ходом. Поэтому скоро взор Спаса Нерукотворного снова устремится на Балакова. Нерукотворенный Спас – это свидетельство о крестоношении Господа, о том, как он шествовал на Голгоф. Он и сейчас такой остаётся, этот образ. Хотели уничтожить, издевались над ним, закрашивали, замазывали, как хотели. Но чудесным образом он восстанавливался всегда. И само существование вот этой мозаики в нашем храме тоже свидетельствует о жертве Христа за человеческий род, о спасении нашем. Он кротко взирает из этой мозаики и на город Балакова. Работы по реставрации мозаики шли всё лето. Пока они проведены не до конца, но результат налицо. Многие утраты на панно уже восстановлены. И теперь даже незаметно, в каких местах недоставало кусочков смальты. Оттенки, несмотря на многообразие и сложность, подобраны точь-в-точь. Холодные, тёплые, красные, фиолетовые. Это всё в одной мозаике. И это всё в одном элементе мозаике. Так что у вас здесь в Балакова просто шедевр. С точки зрения мозаичного искусства абсолютно. Благодаря умелым рукам известного реставратора, панно вновь приобретает своё великолепие. Возобновятся работы по реставрации в мае следующего года. И уже летом мы сможем увидеть мозаику в новых красках.